Всем привет! Итак, что новенького на Доме-2? Стало известно, на каком канале будет выходить шоу Дом-2. Приютители шансов согласились на СТС Лав. Возможно, что час или два выделят и на канале СТС. Как я понимаю, чтобы смотреть по телевизору, то нужно подключать стартовый пакет за деньги. Либо смотреть прямой эфир СТС Лав в интернете. Уже в марте начнутся эфиры Возрождённого Дома-2. Ермакова говорит, что всероссийский кастинг в самом разгаре. Набор ребят из регионов происходит удалённо. А жителей столицы и Подмосковья, которые хотят прославиться, Надежда встречает лично. Как обещает служба кастинга, никаких тюнингованных силиконовых кукол, только молодые талантливые ребята до 25 лет, живые и весёлые. Они должны обязательно уметь играть на инструменте, петь и танцевать. Вот требования к кандидатам. Мы ищем юноши и девушек до 25 ярких, амбициозных, творческих, мечтающих о любви, без тюнинга косметологов и так далее. Необходимы ссылки на выступления, песни и клипы, которые раскрывают вас как творческого человека. Вот один из кандидатов, молодой парень, который умеет играть на гитаре и путешествует по планете. На съёмки пригласили Настю Балтер. Девушке 20 лет, классических операций не было, так что её мечта вернуться в столицу и на телеэкраны скоро сбудется. Для вновь набранной молодёжи откроют второй дом. Старички, которые находятся сейчас на поляне, все 16 человек, тоже остаются участниками дома 2. Они будут жить в доме СССР. Имена ведущих пока неизвестны, а вот интересное голосование в одной из групп. Кого же из ведущих дома 2 нужно взять на новый проект? Народ выбирает Влада Кадони и Ксюшу Бородину. Безбородова пишет о том, что сейчас нереально счастлива. Ощущаю себя маленькой девочкой рядом с сильным мужчиной. Я всегда об этом мечтала и вот получила. Ребята вместе отдыхают и вместе ходят по магазинам. Вот недавно они ездили в торговый центр покупать для квартиры всякие штучки. А что касается вопроса финансов, Милена успокоила подписчиков. Серёжа сам снял квартиру, сам купил туда мебель и всё необходимое. Сам покупает продукты и в ресторанах тоже платит за двоих. Но это, говорит девушка, не главное. У мужика могут из кармана валиться бабки, а в душе он нехороший. Цените отношения к себе, а не бабки. Сёстры Рапунцель одновременно, словно сговорившись, сделали обзор последних покупок. Алена ходила в торговый центр вместе с мамой и с сыном. Она купила две сумочки Зара, стоимость каждой 3,300. Купила ботильоны за 21 тысячу. Мама Таня вот долго примеряла шляпки. И Ольга тоже обновила гардероб. Она купила сапожки за 19 тысяч. Новое платье приобрела для фотосессии и комплекты нижнего белья, говорит, не удержалась. В жизни семьи ничего не поменялось. Оля всё так же кормит Василису сладостями. И в ресторанах малышка традиционно заказывает себе картошку фри. София подросла, её на новых фотографиях даже не узнать. Девочка уже активно ползает. Иосиф Аганесиан продолжает позорить своего отца. То он показывал мужчину пьяным, а теперь заснял его прямо в семейных трусах. Иосиф Мартынович даже закатывал штанины, показывая подписчикам Иосифа свои ноги. Рубрика с родителями очень популярна у Аганесиана в Инстаграм. Он может снимать и сонных своих родителей, забираться к ним в кровать. Он танцует с ними. В общем, Аганесианы идут на всё, лишь бы заходили подписчики. А место Жени Ромашова в его сердце занял Алексей Безус. Теперь Лёша его лучший друг. Некоторые считают, что Безус подбирается таким способом к младшей Черно. Девушка тоже похорошела в последнее время и похудела. Пингвинова ответила на вопросы подписчиков. Её спросили, не думаешь дать шанс дочери узнать папу? Для её же будущего. Ира говорит, что у ребёнка когда-нибудь будет пример настоящего мужчины. И это 100% не Дима. Лучше ей ничего не знать о родном отце. Поговаривают, что Давид Манукиан и Ольга Бузова наконец-то помирились. Их видели вместе в ресторане. Просто они свои примирения не афишируют. Либерж к Падону придумала новый бизнес. Она открыла в Москве студию лазерной эпиляции. Цены нормальные, пишут в комментариях. Даже дёшево. Но стоит учитывать, что одним сеансом не обойдёшься. Там и за 10 сеансов не факт, что поможет. В сети смеются над очередным шедевром от кулинарных дел мастера Димы Дмитренко. Муж приготовил мне ужин, рассказывает Оля. Ждал меня после процедуры. Как же мне приятно. Это Настя Стецевят. Бедолага заболела гнойной ангиной. Максим не бросил любимую. Приносит гостинцу и выгуливает собачек. Алёна Ашмарина сходила в поликлинику в первый раз со своими дочками-двойняшками. Поликлиника, говорит, отличная, современная. Марсиага окончательно покинула проект. Сделала ещё один новый тест. Она доказала, что действительно беременна. Отец ребёнка уже бросил Марсиагу, вернулся к своим делам. Пинчук и Чабанян что-то мудрят со свадьбой. Ребята собираются регистрировать отношения 3 июня. Именно в этот день их отношения будет 2 года. Ну а свадьбу они сыграют ещё через год. Что касается родов, Пинчук будет рожать дома. Рай будет рядом, но во время самого процесса выйдет в соседнюю комнату. Аня Мадан нарастила волосы и выглядит вот так. Венчика выгнала из дома тёща. Напряжённые отношения с тёщей достигли своего апогея, пишет. Возможно, я это и заслужил. Я в срочном порядке вынужден искать жильё. На безвозмездной основе, хотя бы на месяц. Венс надеется, что подписчики ему помогут. Рамблер пишет о проблемах со здоровьем у Ольги Бузовой. У неё огромные проблемы со зрением с самого детства. Сейчас у неё минус 7. Но, несмотря на плохое зрение, Ольга отказывается идти к хирургам. Она боится ослепнуть после операции. На тяжёлую жизнь пожаловалась Саша Артёмова. А огорчают её собачки и немножко дочка. Собаки разорвали пакет с мусором. Артёмову пришлось долго потом убираться. А одна из собачек сделала свои малые дела на горшок, приготовленный для дочки. У меня собака быстрее научилась самостоятельно ходить на горшок, чем ребёнок, пишет Артёмова. На этом всё. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»!